Всем доброго времени суток. Меня зовут Алексей Красиков. Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Представляю вашему вниманию очередную лекцию по неврозам, тревожно-фобическим расстройствам. Ну что ж, давайте начнем. Тем много накопилось, о которых я бы хотел вам сегодня рассказать. Их немало. Давайте я их озвучу. Для тех, кто только присоединился, добро пожаловать на портал по вегетососудистой дистонии, а на самом деле неврозам и тревожно-фобическим расстройствам. Паническому расстройству, панической атаки, страху задохнуться, страх панической атаки, страх инсультов, страх инфарктов, навязчивые мысли, страхи, избегания, сидим дома, столько с мамой ходим и так далее. Посмотрите визитку сайта, посмотрите предыдущие ролики. Я надеюсь, для вас будет более понятно, что такое невроз и что такое ВСД. Ну а сегодняшний ролик посвящен как раз, наверное, вам, тем, кто только что присоединился к нам на этом портале. Я бы хотел сегодня вам рассказать о том, почему ваши симптомы так стремительным образом любят сменять друг друга. То у вас одно вас беспокоит, то это беспокоит, то вы боитесь это, то боитесь это, то трогаете это, то трогаете то, то меряете это, то меряете это, то избегаете этого, то избегаете этого, то вам лезут в голову мысли про это, то про это, то про то, то про сё. Перечислять можно долго. Поверьте, в моей практике, которую я веду почти 6-7 часов в день, 6 дней в неделю, как в групповом, так и в индивидуальном формате, я вам могу рассказывать такое количество страхов, которые преследуют моих невротических пациентов, начиная от страха умереть от прокисшего творога, до страха, что он промочил ноги, и он должен умереть от этого. Могут быть более объективные страхи, менее объективные. Всё это, конечно, невротическая симптоматика. Сегодня я вам буду показывать интересные схемы. Вот мне некому подать, к сожалению, приходится вот так колячиться. Я вам буду показывать важные схемы. Я отвечу вам на вопрос, почему ваши симптомы так стремительно меняются. Я расскажу вам о том, чем это вызвано. Мы осветим с вами теорию психоанализа, теорию экзистенциального подхода, теорию когнитивного подхода. Мы расскажем... Я расскажу вам сегодня о том, что такое ВСД в советском понимании, в медицине, почему ВСД нет во всём остальном мире. Нет в Соединённых Штатах, нет в Европе. Вот у меня есть клиенты из Америки, из Европы. Они говорят, а что такое ВСД? Они говорят, у нас вот там... Паническая атака, тревожное расстройство и так далее. А у них нет понятия ВСД. Они не понимают, о чём я так много рассказываю. Я говорю, ребята, расслабьтесь. Это у нас в России такая прикольная штука. Называется «Пойди запутай пациенты» и «Пойди запутай врача». Но врачи запутали, им сказали ставить ВСД, а что под этим им не сказали. Соответственно, пациентам они тоже не могут об этом объяснить. Они как-то вот... Ну, это вот вегетативное, телесное. Соответственно, они сами не знают, что такое ВСД. Самое интересное, у меня одна клиентка уже после занятий, она говорит, у меня в районе, где она живёт, несколько поликлиник. И в том числе частные. И там есть терапевты, которые её хорошо знают. Она пошла к ним, не пожалела времени. Денег. И провела такой маленький опрос среди врачей-терапевтов. Там, по-моему, пять, по-моему, клиник было. Три государственные, две частные. У врачей-терапевтов спросили, что такое ВСД. Все пять врачей задумались и сказали свою теорию. Вы можете представить? Пять врачей в медицине, где очень прикладной алгоритм поставления, постановки диагноза, дифференциальной диагностики, назначения лечения. Пять врачей сказали по-своему, что такое ВСД, противоречивая подчас друг другу. То есть, называется, как он понимает, так он объяснит. Нету в российской медицине четкого толкования, что такое вегетососудистая дистония. Тем более, нету четкого толкования в головах терапевтов. И вот это, на мой взгляд, самая большая проблема. Потому что, если вы вызовете скорую, если у вас много денег в Америке или в Европе, если вызвать три-четыре бригады скорой помощи с панической атакой, вам примерно расскажут одни и те же истории о том, что это невротическое, паническое, вам нужно посетить психолога, психиатра, психотерапевта, там выберите уже сами. У нас, если вызвать пять скорых помощей, то вам все пять, собственно говоря, бригад расскажут свою историю о том, что с вами происходит. Кто-то войдет в сердечную историю, кто-то пойдет в историю сосудистую, кто-то пойдет в историю возраста, кто-то пойдет изредка. В основном молодые специалисты говорят, что это от нервов и что это вот куда-то вот туда. И то очень так. Редко, но бывают ребята молодые, да, или просто хорошие врачи, любящие медицину, разбирающиеся в этом, объясняют, что это психологическое, что это вегетативное, ну и так далее. В основном очень все печально в плане пояснения клиентам, что такое с ними происходит. Это такая прелюдия к сегодняшнему, значит, да. Итак, давайте, к чему я, по всему, к чему я это хочу рассказать. У меня, когда заканчиваю, у меня есть группы, в которых мы занимаемся по блокам. И когда заканчивается первый важный блок, я задаю ребятам такой вопрос. Что такое ВСД и что такое невроз? Что такое внутренний конфликт? Ну, для того, чтобы понимать динамику группы, как она продвигается. И отвечают они, ну, ВСД, это то-то, то-то, невроз, это то-то, то-то. Своими словами, как они это понимают? Вот задумайтесь сейчас, ответьте своими словами. Представьте, что я сижу напротив вас. Вы мой студент, или вы мой ученик, или вы мой клиент. Я вам задаю вопрос, что такое ВСД и что такое невроз? И какая между ними разница? Подумайте. Подумайте, сформулируйте внутри себя, там, нажмите на паузу. Что такое ВСД и что такое невроз? Окей? Ну, подумали. Значит, у кого-то придут в голову о том, что самое популярное у моих клиентов. Они уже, ребята, у меня образованные. Да? Но на первых этапах примерно картина такая, что ВСД – это что-то телесное. Что-то там телесное. А невроз – это что-то конфликтогенное. Что-то, какой-то внутренний конфликт. Кто-то говорит, что ВСД – это болезнь сосудов и сердца, и болезнь тела, которую они могут найти. Но это не мои клиенты, это те, которые в интернете переживают. Кто-то говорит, что это equals, то есть равные вещи. Кто-то говорит, что он не понимает. Значит, я вам сейчас расскажу, что такое ВСД и что такое невроз. Интересно? Хорошо. Значит, смотрите. Есть четыре стандартные формы проявления… Видно будет так вот у нас. Четыре формы стандартные проявления неврозов. Первая – это телесная форма проявления неврозов. Вторая – это эмоциональная форма проявления неврозов. И третья форма – это поведенческая форма проявления неврозов. Хотите, назовите это симптоматикой, как вам угодно. Я не очень люблю слово симптоматика, потому что по отношению к неврозу она достаточно неправильная. Когда вы говорите симптоматика, вы заведомо понимаете, что это болезнь, с которой вы лечитесь. Я предлагаю вам заменить слово симптоматика на слово проявление, потому что симптоматика – это немножко медицинский термин, и он здесь не совсем правильный. Итак, телесная, эмоциональная и поведенческая. Как у нас проявляются телесно-эмоциональные, поведенческие неврозы? Вы должны понимать, что на нашей планете есть два типа болезней. Есть неврозы и есть психозы. Одно в другое не переходит. Либо невроз, либо психоз. Вы не можете быть не без невроза или без психоза. У вас что-то должно быть. Либо это психотическая патология, либо это невротическая патология. Слава Всевышним, в большинстве на планете невротических патологий. Значит, да. Тема разницы психозов-неврозов, она очень большая. Сейчас я не буду углубляться. Вы от панического расстройства, от страхов, от фобий с ума не сойдете. Невротическая и патологические, психотические проблемы – это не равнозначные вещи. Они не, как перекати поле, туда-сюда не ходят. Нельзя побывать в неврозе, потом сходить в психоз. Нельзя. Вот туда-сюда мы не мотаемся. У нас либо так, либо так. Если невроз, многие специалисты, психиатры и психотерапевты, и психологи утверждают, я с ними соглашусь, что если у вас есть невроз, значит, психоз вам не грозит. То есть, психотические проблемы психотического уровня, они, скорее всего, у вас не возникнут. Соответственно, вот это очень важно. Недавно российская медицина и психотерапия в целом потеряла гениального человека, академика Бориса Дмитриевича Кровосарского, главного психотерапевта страны. Это очень прискорбная новость. Ему на 84-м году жизни он нас покинул. К сожалению, возрастная инволюция неизбежна. И он говорил одну фразу, которую я запомнил. Проводилось в институте Бехтерева исследование, которое показало, что человек, который болел неврозом сердца, не заболел ишемической болезнью сердца в катамназе 25-летнего исследования. То есть, человек жаловался 25 лет назад на невроз, а потом через 25 лет к нему обратились, там докторскую диссертацию защищал доктор. Оказалось, что те, проще говоря, что все, кто жаловался на страх того или иного, не получил это в органике в будущем. Таким образом, выдвинута гипотеза о том, что невроз – это страхование жизни от больших психосоматических заболеваний. Что на самом деле невроз не переходит и в серьезную органическую патологию, и в, естественно, в психотическую. Здесь сейчас коллеги будут бурно дискутировать, потому что действительно здесь у нас много дискуссий на эту тему. Сейчас девочка скажет 12 или 24. Минуточку. Давай, говори. И я продолжу. Ну ладно, продолжу, сама скажет. Значит, буду дискутировать, обсуждать что-то, но сейчас мы не будем впускаться в полемику. Итак, поехали. Телесно, эмоционально и поведенческие… Ну и часов. Спасибо. Проявление симптомов. Телесное проявление симптомов, простите, телесное проявление неврозов какое? Тахикардия, пот, головокружение, слабость, остенизация, тахикардия, пульс в покое, кишечник, дисфункции. Ну, все телесное, да? Эмоциональное проявление неврозов – это что? Страхи, они же фобии, тревоги, эмоциональные переживания, все эмоциональные плаксивости и так далее и тому подобное. Депрессивная история сюда же прикручивается, да, как эмоциональное состояние. То есть, страхи, тревоги, допустим, возьмем вот это, да? Страх, тревога, депрессия. Вот эмоциональный фон. Ну и поведенческие какой? Избегание, ритуалы, проверка, да, навязчивое поведение, вот это все туда. А теперь скажите мне, какая разница между симптомами ВСД и телесным проявлением невроза? Ни-ка-кой. А теперь внимание, слушайте. То, что во всем мире всегда называлось телесным проявлением невротических расстройств в Советском Союзе и, к сожалению, до сих пор в Российской Федерации, принято называть вегетососудистой дистонии. Потому что те телесные симптомы, которые на самом деле так сильно проявляются в невротических расстройствах и являются ВСД только в России. Потому что во всем мире, когда вас будут, значит, исследовать, да, вам, вы будете жаловаться на телесное такое-такое состояние, эмоциональное такое, поведенческое такое, вам психолог и психотерапевт скажут, что это невроз такой-то. Потому что телесная жалоба соответствует там по ДСМ таким-то пунктам, эмоциональная жалоба соответствует таким-то пунктам, поведенческие таким-то. Из этого всего делается анализ и ставится диагноз или предположение. Понятно? В нашей стране всё через одно место. У нас люди приходят с телесными невротическими жалобами, их обследуют, слава богу, не находят органической патологии. Вспоминаем определение Уильяма Калена 1778 год о том, что такое невроз. Невроз – это широкий круг страданий пациента, при обследовании которого не находится серьёзной органической патологии. А теперь вспоминаем определение ВСД и ПАРП и практика. То же самое. Вас исследуют, органической патологии не находятся, это и есть ВСД. Ну и вспоминаем определение невроза уже в современном мире, что невроз – это функциональное, обратимое нервно-психическое расстройство. Нервоза, имеющие разные степени проявления. Функциональное, потому что телесно-функционально вы напряжены. Тахикардия, дисфункции, боли, головокружение, астонизация – это и есть функциональное телесное проявление неврозов. Кишечник, сердце, кардионевроз, кишечный невроз, невроз дыхания – это и есть функциональная история невроза. Фобический невроз, тревожно-депрессивный невроз – это вот сюда эмоциональная история невроза. Ещё их называют неврозы навязчивых состояний. Это вот здесь уже будет. Вот это неврозы навязчивых состояний, в котором есть фобические неврозы. Это фобические неврозы, все неврозы со страхами. И есть компульсивная составляющая неврозы. Это поведенческие. Вот это обсессии и компульсивное проявление неврозов. То есть ритуалы, проверка, перепроверка, навязчивые идеи, постоянные мысли о чём-то. Это поведенческое составляющее неврозов. Итак, вот вам ипохондрическое туда же, постоянные жалобы туда-сюда с проверками по врачам, да, с эмоциональным, допустим, страхом. Вот он вам, тревожно-фобический, тревожно-депрессивный, смешанный и так далее. Паническое расстройство – это эмоциональное состояние с поведением, допустим, агорофобии. Агорофобия – это фобия, но имеющее поведение избегания, поэтому это невроз навязчивых состояний или изолированная фобия. Ну, как изолированная по классификации агорофобия 40.0, да. А по состоянию невроз навязчивых состояний, в структуре которого входит паническое расстройство и агорофобия. Ну, паническое расстройство, как паническая атака, повторяющаяся агорофобия, как синдром избегания и страх, допустим, ходить одной по широким, большим улицам или куда-то одной ехать, потому что она без мамы умрёт, допустим. Понятно, ещё раз подводим итог, что в АСД нельзя говорить, что его нет. Он есть в России как аббревиатура телесного проявления неврозов по функциональному классу. Плохо то, что врачи не говорят, что это невроз. Они говорят именно ВСД, 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 надо как-то лечить. Вы пытаетесь найти лечение ВСД. Лечения ВСД нету и не было никогда. Была терапия в целом неврозов. Лечить надо эмоциональное, поведенческое и телесное проявление неврозов. Вот здесь будут у нас мишени, да, на первых этапах, во всяком случае. Сейчас я покажу, как лечить. Это ещё не всё. Вот они, наши три мишеньки. Нельзя лечить только сердце, если у вас тахикардия. У вас всегда эту тахикардию вызывает эмоциональная, тревожно-фобическая, избегающая все эти составляющие. Надо лечить комплексно. Вот это понятно. Теперь забываем про ВСД и говорим про невроз, у которого есть телесная компонента, эмоциональная и поведенческая. Разобрали, что такое ВСД и что такое невроз? Аллилуйя. Едем дальше. Пересматривайте. Это полезно. Почему плодятся симптомы, почему они сменяют друг друга? Да, у меня написано. Сейчас расскажу. Но это более сложная концепция. Давайте я отвечу на вопрос. Часто задают, почему у меня в покое пульс 80, 100 или 90? Просто очень много вопросов подобного рода на Спрашивай.ру. Ребят, гениальная ошибка в том, что вы считаете, что вы в покое. Кто вам сказал и какой логикой вы руководствовались, когда вы посчитали, что вы в покое? Когда у человека тревожнофобический невроз, вы никаким образом уже по определению в покое не бываете. То, что вызвало ваши телесные... Давайте разложим по табличке. Тахикардия, допустим, 90, 100, в покое. У вас телесное проявление невроза? Ну, вы называете это ВСД, хоть это неправильно. Телесное проявление невроза. Согласны? Согласны. Эмоциональная компонент у невроза какая? Страх. Правда? Вам тревожно? Страшно же? Окей. Поведенческая какая компонента? Вы проверяете пульс, давление. Увидели? Вот вам ваш невроз. Телесное проявление, эмоциональные компоненты и поведенческое. Слушайте внимательно. Эмоциональная компонента страха за ваш пульс дополняет этот пульс. Понятно? У вас есть причина на этот повышенный пульс. Это то, что я сейчас буду рассказывать. Это и есть причина к неврозу. Вы не в покое. То, что вы меряете пульс и говорите, он у меня 80 в покое. Вы не в покое. Вы не в покое. Поэтому у вас пульс и повышен. Соответственно, к этому повышенному пульсу, который вы и так не в покое, хотя кажется, что вы в покое, вы прибавляете эмоциональную компоненту переживания и поведенческую компоненту проверки. Тем самым показывают абсолютно естественные цифры 110, 120, 100, потому что вы переживаете как по первопричине невротической, так и по незнанию вот этого всего момента. Понятно? Поэтому перестаньте мне писать, что у вас в покое после еды пульс 90. Вы не в покое. Вы просто не осознаёте, что вас тревожит. И это уже профиль вашего покорного услуги. Проанализируйте, показать то, что вас тревожит. Но вы не в покое. Поэтому не надо пинать на сердце, что оно у вас с катушек слетело. Не слетело. Оно правильно работает. Оно работает так, как оно должно работать. Потому что вы не в покое. Соответственно, вегетативная и высшая нервная деятельность напряглась, потому что вы нифига не в покое. Покой не только телесный, он эмоциональный покой для сердца. Сердце очень тонко связано с высшей нервной деятельностью. Поэтому если вы валяетесь на диване или сидите, смотрите телевизор, и нифига телом не делаете, это ещё не значит, что вы в покое. Вы когда ужастик в кинотеатре смотрите, вы что, штангу поднимаете? Нет. А сердечко стучит? Да. Почему? Потому что вы не в покое. Понятно? Вот примерно точно так же появляется ваша тахикардия как бы в покое. Вы не в покое. Просто вы не понимаете, почему вы тревожитесь. Объясняю. Собственно говоря, отсюда же тема, как лечить неврозы. Ох-ох-ох-ох-ох. Прямо всё вам сейчас попытаюсь рассказать. Ну, как всё, важную часть. Да? Значит, поехали. Фрейд, Перлс, Элис, Бек. Значит, давайте поймём такую вещь. Вот принято у нас что-то модно ругать психоанализ, да? Я очень уважительно отношусь к психоанализу и к Фрейду. И с годами практики я всё больше и больше понимаю, что Фрейд был прав. Но в современный мир надо интегрировать современные психоаналитические теории, практики, модели и смешивать их с разными экзистенциальными, телесными и когнитивными направлениями. Чистый воды психоанализ в 2013 году не прокатит. Нужно взять когнитивную, гештальт, телесную, поведенческую, аналитическую, всё это замешать в правильном понимании и подстроить под клиента. Нету формулы терапии, которая работает для всех. Надо подстраивать. Чтобы это сделать, сам терапевт должен обладать большим количеством знаний и опыта. Поэтому к вопросу, как выбрать психотерапевта, прежде всего обратите внимание на его А. Образование. В. На его опыт работы в этой сфере. С. Не читайте отзывы. Вы знаете, я ещё не видел, вот, у меня есть коллеги знакомые, да, которые действительно сильные психотерапевты и психиатры. Я чё-то на их сайте не видел огромного количества отзывов. Потому что, но в этой профессии грамотный специалист не кичится отзывами. Ему не нужно светить своих клиентов. Это конфиденциальность. И даже если клиент хочет написать отзыв, но лично я и многие мои коллеги, они говорят, не надо, зачем? Зачем? Вот зачем писать вот такую простыню отзывов? Это для чего? Ну, это для лохов, которые должны на это повестись. Соответственно, никогда в нашей профессии вы не увидите огромное количество отзывов о работе психолога или психотерапевта. Потому что, если психологу-психотерапевту так сильно нужны отзывы на сайте в публичном доступе, но это проблема самого психотерапевта, которую он явно себе не решил, либо он хочет что-то красиво продать. То есть, два вопроса. Либо это его проблема личная, либо он что-то продаёт. Скорее всего, комбинированное и туда, и туда. Соответственно, как выбирать? Выбирайте, проверяйте образование, звоните в институт, смотрите возраст, смотрите вообще харизму. Потому что, понимаете, психотерапевт и психолог, и нельзя научить человека быть психологом-психотерапевтом. В этой профессии я вот убеждаюсь и убеждён в этом, что очень важно всё-таки это базовое знание, очень важен опыт, но если у вас знание... Я, знаете, я вот когда учился в институте психоанализа, у нас были девушки и юноши, достаточно неплохо знающие основы, так скажем, фундаментальные. Но преподнести и стать тем самым важным элементом психики пациента они не могут. Потому что вот это... Ну, вы знаете, паническое расстройство, это не страшно, это вот я сама когда-то этим болела, у меня вот, да, ну, в принципе... Да, ну, очень странно. Соответственно, когда вы идёте в эту профессию, я бы советовал всем задать вопрос. А что вы хотите принести людям, своим клиентам? Конечно, каждый психолог найдёт своего товарища. Да, какой товарищ, какой психолог, такой товарищ. Соответственно, сильные психологи, и как вы знаете, и как вы видите, и в России, и в Европе, и в Америке, сильные психотерапевты и психоаналитики, они всегда очень харизматичные, они всегда очень лидерские, они всегда очень своеобразные люди. Вот как бы такое ни рыба, ни мясо товарищ или женщина со своим, с багажом своих проблем, это всегда настолько сильно читается клиентами, что, как правило, этот человек, ну, просто не реализуется в профессии. Поэтому выбирайте харизму, выбирайте образование, звоните в институт, смотрите возраст, попробуйте, посмотрите, как вам, как вам подача материала. Я, допустим, очень специфический человек, и далеко не каждому нравится, как я преподношу материал, и далеко не каждому нравится моя такая иногда жёсткая тренерская позиция. Ну, наверное, потому что я родился в спортивной семье, и, наверное, потому что я люблю достигать целей. Да, и я свою харизматичную историю, как говорится, свою, как сказал бы Фрейд, ты свой невроз несёшь в профессию, безусловно. И надо понимать, что люди, вот, психотерапевты хорошие, да, они всегда харизматичные. Вспомните того же моего глубоко уважаемого Андрея Владимировича Курпатова. Ну, харизматичные же, да? Помните, мы его по телевизору увидели? Ну, действительно, харизматичные. Харизматичные внешние, харизматичные в интонации, харизматичные в подходе к клиенту. Вот эти харизматичные истории, их не научить. Ими, им нельзя научиться. Это либо есть, либо нет. Соответственно, можно быть харизматичным, ярким, интересным, но нести такую хрень, что, в принципе, клиенты это тоже поймут. Поэтому баланс вот этого, это очень важно. Вот вам вопрос к выбору психотерапевта. Ну что, самое главное, выжимка о том, как лечить неврозы и ваше любимое ВСД, если хотите. Так это все еще называете. Но мы знаем, что ВСД это не что иное, как телесное проявление неврозов. Это все поняли, да? Хорошо. Поехали. Разделим условно лист так. Сверху вы будете откладывать то, что вы осознаете. Проще говоря, это ваша осознанная часть. Снизу это бессознание или неосознанное. Мой любимый Фрейд постулировал примерно следующее. Значит, смотрите. За ним постулировали примерно то же самое многие другие люди. Есть в бессознательном определенный процесс, который вызывает сам невроз. С точки зрения Фрейда, это были в основном подавленные инстинкты, в основном сексуального влечения. Соответственно, как это выглядело? Инстинкт или влечение есть. Но есть цензура, которая находится на границе, так сказать, сейчас, секундочку, которая находится на границе между осознанным и неосознанным. Я вам рассказываю, ребят, очень схематично, кто вот сейчас из психоаналитиков слушает, не придирайтесь. Я знаю, что вы сейчас про суперэго, мне сейчас тут загонять начнете. Я рассказываю так, чтобы это было понятно обывателю, а не для специалистов-психоаналитиков. Есть инстинкт, в основном сексуальный, естественно. И есть некая цензура. Цензура – это фильтр или прокладка между неосознанным влечением и осознанностью. Это прокладка или цензура, или фильтр сделан для того, чтобы пускать или не пускать в ваше осознание ту или иную эмоцию, ту или иную хотелку. Но если... Вот это очень важно. Цензура создается нашими родителями, нашим детством. Соответственно, вы это не осознаёте, но хотите дядю Васю из соседнего подъезда. Условно говорю. Хотеть дядю Васю – это плохо. Это ай-яй-яй. Это категорически нельзя. Соответственно, будут работать защитные психологические механизмы. Их много. Сейчас о них не будем рассказывать. Задача этих защитных психологических механизмов – делать всё, что угодно, чтобы Вы подавили своё влечение и даже не осознали его. Когда Вы подавляете своё влечение, не осознавая его, то есть Вы тесняете, оно же есть, оно никуда не рассосалось. Здесь происходит дикий замес, который потом конверсируется в тело. То, что Фрейд назвал конверсией. Тело. Понятно? То, что Фрейд назвал истерической конверсией или конверсионным неврозом – это и есть телесное проявление того самого момента. Сюда же конверсируется эмоциональная составляющая. Вспоминайте нашу таблицу. И сюда же конверсируется поведение. Ну, допустим, Вы как-то странно начинаете очень нервно себя вести, суетитесь, что-то вот как-то ритуалы появились, эмоциональные страхи у Вас. То есть, вот этот замес подавления, цензурой отсёкся, подавился, и всё это вылезло вот сюда. А потом сверху это вылезло у нас уже в жалобы. Это стало жалобами. Вот, собственно говоря, и всё. То есть, если взять конкретный пример с кардионеврозом, допустим, вот сюда нарисую сердечко, человек, пришедший к Вашему покорному слуге с кардиофобией или с панической атакой, мыслит вот так. У него вот так. У него только сердце и только паника. Но на самом деле у него есть телесное проявление невроза, что является его тахикардии, есть эмоциональное проявление невроза, что является его страхами, тревогами, и есть поведенческое проявление невроза. Вот это и есть жалобы. Проявление невроза. А вызвано это тем самым замесом в бессознательном. С точки зрения Фрейда, это подавление, как я уже сказал, инстинктов, наложенные на цензуру нельзя. Мне больше нравится концепция такая смешанная, да, где мы говорим о том, что не только сексуальные инстинкты подавляются, но есть люди, у которых подавляются и инстинкты сексуальные, и эмоциональные состояния. Помните, я говорил раньше? Об этом мы будем как раз говорить на вебинаре 27 октября. Там будут техники, как с этим работать. У нас есть эмоции. У нас есть четыре типа эмоций. В основном это страх, агрессия или гнев, вина и страх. Я всё время забываю, четвёртый. страх, агрессия, вина и... дай бог памяти-то. Страх, агрессия, вина... Не помню, не важно. Давайте возьмём эти три. Страх, агрессия и вина. Ну, я вспомню, сейчас скажу. Страх, агрессия и вина. Вот эти эмоции точно так же подавляются. Теперь, как они возникают? Помните когнитивную терапию? Ситуация, мысль, эмоция, реакция. Вот этот замес и есть реакция с эмоцией. А вот эта вот прокладка, под названием защитные механизмы, есть процесс подавления. Теперь, как лечить? Надо, во-первых, пояснить жалобы, проработать телесные, эмоциональные, поведенческие жалобы, затем посмотреть и проработать эти защитные механизмы, а потом уже посмотреть, что оно в себе подавляет. Видите, сколько работает? Сначала телесные жалобы, поясните, проработать. Тут есть упражнения. Эмоциональные жалобы проработать, поведенческие паттерны проработать. Огромное количество ресурса потребуется на то, чтобы понять, какие защитные механизмы подавляют и еще более интересно, что. Теперь все, что вы назвали ВСД, является на самом деле огромным гамбургером. А, вина. Страх, тревога, вина. Да, вот здесь еще у нас вина. Страх, агрессия. Страх, агрессия. Вина и одиночество. Вот это у нас вот сюда как раз и вылетает. Тут уже к одиночеству, тут уже депрессия пошла. Но сейчас там на самом деле порядка 15 эмоциональных компонентов, которые вы подавляете. Я просто сейчас первые три, первые четыре популярные хотел вам рассказать. В основном это страх, в основном это агрессия. Страх может быть объективным или нет. Агрессия может быть как на себя, так и на окружающих. Вина может быть как на себя, так и на окружающих. Вот это понимать надо. Соответственно, иной сексуальный инстинкт. Стыд, да? Я хочу Зину, а эту Зину хотеть нельзя. Я хочу так и туда. У меня есть, допустим, в моей практике были клиенты, которые подавляли в себе половую ориентацию. Допустим, молодой человек искренне подавляет в себе бисексуальное влечение. Или девушка подавляет в себе влечение к девушке. То есть, Фрейд как раз и говорил, что в основном неврозы связаны с подавлением. Он схватился за сексуальность, я считаю, что примерно 50 на 50. Если копнуть, то в каждом клиенте можно найти подавленную сексуальную составляющую. И, естественно, подавленные эмоции. И как раз моя задача научить вас не подавлять определенные вот эти процессы, научиться грамотно распоряжаться своими защитами, чтобы телесного, эмоционального и поведенческого уровня не было настолько сильного, чтобы у вас не случились эти жалобы. Теперь нюанс. Вы должны запомнить, что телесные жалобы, телесное проявление вегетативное, эмоциональное и поведенческое есть у всех и всегда. Вопрос только в том, что когда у вас вот здесь слишком много подавлено и вытеснено, вот это все становится гипертрофированным. Соответственно, как только мы здесь разбираемся и разбираемся самое главное с вот этими защитами, а это очень важно. Потому что именно защитные механизмы и являются главной целью нашей с вами работы. Потому что моя задача именно защитные механизмы ваши сделать более гибкими. Мышление, рационализация, допустим, в когнитивной терапии – это классический защитный механизм. Ну, я не иду на работу, потому что у меня ВСД. Или я сначала вылечусь, а потом буду что-то делать. Вот вам классическая работа защит. Я не могу, потому что, двоеточие. Я это сделал, потому что. Вот когда я выздоровлю, тогда я это. Понятно примерно, что такое неврозы, как их лечить, как много работы. Об этом сказано в моем DVD-курсе, который дистанционный. Об этом мы будем говорить 27 октября на вебинаре. Записывайтесь на вебинаре. Кто хочет проработать все это более глубоко и понять, можете заказать DVD-курс дистанционный с поддержкой по переписке по скайпу. Все это найдете на сайте. Милости просим. Что могу? Делаю. Время на всех не хватает. Делаю группы. Приходите в группы. Ну, правда, набор уже заканчивается. Приходите обязательно на вебинар. Кто хочет научиться работать со своими эмоциями, которые должны все-таки прийти у нас в порядок, и найти ту эмоцию, которую мы подавляем, и влечение, об этом как раз и будет этот вебинар. Вот об этой схеме. Приходите. Я надеюсь, что вам понравится. Будем просто говорить примерно 3 часа. Я не могу записать 3-часовую историю. Подробно, да? Да и, собственно говоря, не хочу. Потому что это моя работа. Значит, да? Вы должны понимать. Здесь есть определенные схемы. Здесь есть определенные принципы. Здесь есть определенные правила. Поверьте. Вот самое кайфовое в жизни психотерапевта это тогда, когда его клиент научается быть свободным от этих подавлений. Это не значит, что вы должны теперь пойти и размножаться по всему городу, с кем вам там захотелось. Вы будете таким же человеком адекватным. Вы будете контролировать свои инстинкты. Вы будете это контролировать, но они у вас будут осознанными. Вы будете понимать, куда вас тянет, кому и как. Вы начнете правильно с этим поступать. Это очень важно. Вы должны осознать то, что вы подавляли всю свою жизнь. Эмоции, инстинкты. И вот осознать то, что вы подавляли, и именно как, это и есть моя работа и работа моих коллег. Я надеюсь, вам понравилась сегодняшняя лекция. До встречи. Увидимся. Ваш Алексей Красиков, Невроза Мегаполиса. До встречи. Пока.